Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим расклад, как ваша женщина живет без вас. Подумайте каждой о своей женщине, настройтесь на расклад и немножечко поностальгируем. Кому интересно, как же она там без вас живет. Возможно, она жалеет о том, что потеряла вас. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и поехали. Смотрим, какая женщина к нам пришла сегодня на расклад. Знаете, пришла женщина, с которой, скорее всего, ваш жизненный цикл ваших отношений, либо семьи подошел к концу, либо же закончился. Женщина любила управлять вами, возможно, любила командовать, застраивать. Знаете, она... Я не могу сказать, что она уж слишком меркантильная, хотя, да, к деньгам она очень хорошо относится, как, в принципе, все. Не могу сказать, что она ради денег была с вами. Но сейчас она находится в очень тупиковой ситуации. Она потерялась в жизни, потеряла себя. Она понимает, что она много чего натворила в этой жизни. И теперь она не знает, как разобраться, куда идти, куда бежать и вообще, как жить дальше. Я не могу сказать, что у нее сейчас такой прям финансовый достаток. Возможно, у кого-то проигрывается, что ей даже не хватает денег на какие-то элементарные вещи, либо же на то, к чему она привыкла. Возможно, раньше вы ее баловали, А сейчас у нее нет возможности на все эти свои развлечения, салоны, покупки и так далее. Сейчас, знаете, у нее очень пусто, одиноко на душе. Она, знаете, она очень сожалеет о том, что она сделала. Она вспоминает о прошлом. Она анализирует свои ошибки. Но, знаете, она-то думает об этом. Мысли у нее очень печальные, очень негативные, грустные такие. Но она смотрит все-таки вперед. Она смотрит в новые горизонты, на новые дороги. Она, в принципе, я не могу сказать, что она уже очень сильно ностальгирует. За вами, допустим. За финансами, возможно, да. Но она просто потерялась в будущем. Вот как жить именно в будущем? Что делать дальше? Ее угнетают мысли о ее будущем. Она не знает, что делать дальше, с кем она будет, как она будет жить вообще. Знаете, хотя, в принципе, для нее самый разрушительный момент, да, что она потеряла вот какую-то именно финансовую стабильность с вами. Хоть она и не особо, я не могу сказать, что она меркантильная. Еще раз повторю. Но, в принципе, денежные поступления у нее должны быть. Либо же это по работе. Давайте уточним, откуда эти денежные поступления. Может быть, спонсор появится. А знаете, у нее, скорее всего, появится или уже у кого-то появилась новая любовь. Этот человек дает ей деньги. Поэтому, знаете, дорогие мужчины, кто еще до сих пор, возможно, любит свою женщину, с которой расстался, надеется на что-то. Я не вижу, что она ностальгирует и хочет вернуться. Вот честно я вам скажу, не хочу обманывать, да, чтобы вы надеялись напрасно. Вот она какой-то период была в одиночестве, да. Она обдумывала, все раздумывала. Но в какой-то момент у кого-то же проигралась, либо уже появился мужчина, который ее обеспечивает финансово, либо же, скорее всего, у кого еще нет мужчины, это о той женщине идет речь, которая сейчас вот грустит, страдает, но он у нее появится. То есть, поскольку это общий расклад, у кого-то уже появился мужчина, кто-то уже на пороге с другим спонсором, так сказать. И, в общем-то, вы знаете, у нее будет другая жизнь совершенно с этим мужчиной, любовь, семья, да. Я понимаю, что это, конечно, не очень-то приятно сейчас слышать, особенно тем мужчинам, которые душу вкладывали в женщину, которые надеялись на что-то, да, любили всей душой, а в ответ получили предательство. То есть, я бы, знаете, я бы вам не советовала слишком уж убиваться этой женщиной, так как она, она за вами не страдает. Вот я вам говорю то, что вижу. Она будет, либо же уже у кого-то проигрывается, что она в полном шоколаде. Она и финансово обеспеченная, она счастливая, красивая и так далее. Либо же у тех, у кого еще она, да, грустит, страдает, но скоро она тоже будет очень финансово обеспеченная и довольная. Она выйдет из этого периода негативных мыслей, проблем каких-то. Да, у нее появится денежный мужчина, который за собой ведет, и она очень сильно будет держаться за этим мужчиной. Поэтому я вам совершенно не советую убиваться. Знаете, скорее я бы посоветовала вам заняться поисками другой женщины, открыть сердце к другой женщине. Потому что здесь, ну, я не вижу ни возврата, я не вижу даже ее особого желания, что она хочет вернуться, что она тоскует, страдает. Да, на уровне мыслей она поняла, что плохо, вот она потеряла, там, возможно, достаток, вашу любовь, заботу и так далее. И от этого плохо было, либо же кому-то есть еще плохо. Но на горизонте прекрасная жизнь, и все у нее наладится, так что, дорогие мужчины, настроен на позитив, настроен на совершенно другую женщину и на новую любовь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok